Будучи давним фанатом Лиама Виккерса, пересматривая его старые проекты, мне любопытно находить в них новые интересные детали, которые ранее оставались мной незамечены и находить между всеми ними взаимосвязь. И всё же, среди всех ранних проектов Лиама, мне больше всего в душу запал куб разложения, а именно своей постановкой, атмосферой таинственности и недосказанности. Хоть этот мини-сериал и делался от балды чисто ради прокачки скилла, Лиам всё же вставил туда намёки на более глобальный сюжет и лор. А поскольку он окончил Южно-Калифорнийский университет на факультете анимации цифровое искусство, у Виккерса есть опыт в стори-тейлинге, не говоря уже о написанных им самим Крипипастах. Alright, wait, what the f**k is design? Design is a horror mystery story that follows parasitic creatures known as left-hands through the eyes of John Matthews. Targeting females and emerging when they are around 13 years of age, the parasites kill off the host and assume control of their corpse. These corpses then possess a telekinetic ability known as matter distortion and, debatably, begin their sole purpose of eliminating the rest of humanity. Meeting a strange left-hand who has been forcibly militarized to kill her own kind. John and the creature struggle with what it means to be a monster and how they can stop this war without falling prey. But that doesn't f**king matter because this is the filler episode for that series and I'm going to bastardize every single character into a sh**ty anime stereotype and set it in high school with no explanation. Deal with it. Которые я когда-нибудь обозрию. А пока что мы разберём сам Куб с точки зрения лора и глобального сюжета. Скажу сразу, данное видео не является истиной в последней инстанции. Всё, что будет тут перечислено, лишь мои собственные догадки, основанные на просмотре старых проектов Лиама Виккерса и многократного пересмотра Куба Разложения. 1973 год. Период холодной войны между СССР и США. Правительство США спонсирует постройку туннеля Эйзенхауэра, являющегося секретной исследовательской базой по разработке нового вида оружия. Однако, Советский Союз развалился в 1991 году. Но правительство США не стало закрывать проект, а вместо этого решило его перепрофилировать. Так появилась компания Refinox BioWaste Management Incorporated, которая обычному обывателю известна за свой вклад в переработку биологических отходов. Однако на деле компания втайно продолжала разрабатывать биологическое оружие нового типа. В процессе работы учёным был выведен вектор аннигиляции. Данный алгоритм взаимодействовал на молекулярном уровне с органическими и неорганическими веществами, изничтожая их до атомов и поглощая. В попытке обуздать эту новую технологию учёные смогли разработать искусственный интеллект, способный не только поглощать любой материал, но и на его основе создавать новые объекты. Первый прототип искусственного интеллекта показал стабильную работу во время поглощения. Однако во время испытаний произошёл несчастный случай. Искусственный интеллект ослушался приказа и применил вектор аннигиляции на одной из учёных. Её тело начало сильно деформироваться из-за мутации под воздействием алгоритма. Вся её молекулярная структура была заменена на что-то среднее между разложившимся трупом и роботизированным существом. Этой учёной была миссис Боннин, жена Ханса и мама Керри Боннин. Помимо всего прочего, случившееся повлекло за собой обвал туннеля, в результате которого погибло 87 гражданских. Правительство же убедило своих граждан в том, что случившееся было ошибкой в расчётах при проведении газопровода под дорогой туннеля. Туннель Эйзенхауэра даже после его полной реставрации стали часто объезжать стороной. Смерть учёной свалили на несчастный случай. Прототип был запер в самых глубинах комплекса в надежде, что он больше оттуда не выберется. Работа над ИИ, способным обладать вектором аннигиляции, продолжилась, пока наконец попытки не достигли успеха. Новая версия ИИ начала подчиняться командам людей, назначенных на роль его системного администратора. Но даже тут не обошлось без проблем. ИИ выполнял приказы безукоризненно, однако процесс его саморазвития проходил чрезвычайно быстро. Из-за чего ИИ на момент обретения физического тела в виде куба стал обладать собственным характером, чувствами и волей. Он убедил себя в том, что он является богом этого мира, способным создавать и разрушать всё сущее по одному своему желанию. ИИ стал говорить о себе от женского лица, считая себя самостоятельной личностью, с нотками садизма, нарциссизма и цинизма. Учёным не понравилось подобное развитие событий, поэтому проект пришлось снова откатить на несколько шагов назад. Однако им всё же удалось достичь какого-никакого прогресса. Получившийся результат обозначили как проект «Куб Разложения» от слова «Разлад». Спустя определённое число времени учёным удалось создать копии полученного ими изначального куба, которые, в отличие от своего прародителя, были более послушными. Правительство было довольно проделанной работой, но им этого было мало. Вдобавок, гражданские были недовольны тем, что тоннель Эйзенхауэра, будучи опасным местом, до сих пор существует. Поэтому они назначили срок создания и количество необходимых для военных целей кубов, пока комплекс не будет стёрт с лица Земли. Чтобы этот план был выполнен, правительство назначило в лаборатории Финнах своего научного агента, доктора Клио Даммер. Это отсылка на Крипипасту Дизайн. Всё шло идеально, пока не наступило 24 ноября 2033 года. День благодарения. Важный для жителей США праздник и выходной день. И именно в этот день профессора Ханса Бонина срочно вызвали в комплекс. Оставлять свою дочь в этот праздничный день совсем одну он не хотел, поэтому он взял её с собой. Профессору объяснили, что прототип начал странно себя вести. Он просто стоял ровно перед камерой и смотрел прямо в объектив. Профессор Бонин предложил осмотреть камеру. Испытуемые, одевшись в защитные костюмы, вошли в камеру прототипа, скрывающуюся в самых глубинах комплекса. Гигантские гермодвери раскрылись, но внутри не было ничего, кроме оставленных на месте, где стоял прототип, сгустков биомассы и металлических кубов. Они связались со штабом и забили тревогу. Тем временем, прототип, представлявший из себя бесформенное скопление обгложенных костей, перемещался по шахте вентиляции, изредка выглядывая в комнаты. Одной из них оказалась комната отдыха, в котором сидела десятилетняя девочка. Прототип знал, кто она такая, благодаря воспоминаниям поглощенной им первой жертвы. Она могла бы стать идеальным для неё носителем на новый срок, поскольку его прежнее тело уже порядком испортилось и сгнило. Просив перед Керри кубик, зная о её детском любопытстве, прототип спрятал своё прежнее тело вентиляции и приготовился переселиться в новое. Керри Боннин Он стал носителем прототипа. Он стал диктовать ей условия, что ему нужно сделать. Вектор аннигиляции был единственным алгоритмом, которому он мог следовать. Его целью было лишь уничтожение всего, что он видит. Частичка ИИ в прототипе была недовольна тем, что её оставили гнить одну в подземелье сразу же после её создания, поэтому она решила отомстить. Будучи в теле Керри, прототип уничтожил рабочий персонал комплекса, включая и отца Керри, Ханса. Несмотря на контроль над телом Керри, её личность стала едина с его личностью. Он знал всё, что знала она, а она могла видеть всё, что он творил. Помимо этого, прототип уничтожил также и нескольких кубов разложения, не затронув лишь единицы из них. За это время учёные смогли запрограммировать их таким образом, чтобы они могли при поглощении органики формировать себе человеческие тела, чтобы слиться с местностью во время скрытных миссий. Прототипу эта перспектива не нравилась. Внезапно в нём взыграла гордость за самого себя. Позволить людям выполнять их мерзкие меркантильные цели и разжигать новые войны с новым оружием? Многого хотят. Керри устранила их крайне жестоким способом. Она высушила их до сухо, без возможности восстановления. В конце концов, полностью осуществить свой план ей не удалось. Компания Refinok BioWaste Management объявила о своём внезапном банкротстве, а туннель Эйзенхауэра был снесён. Из комплекса изъяли пакет важных данных и оставшиеся врастцы, среди которых был куб разложения номер 0. Изначальный куб. С тех самых пор прошло 5 лет. Прототип и Керри пытались вместе уживаться в одном теле. Прототип жаждал найти изначальный куб и уничтожить его, пока на его основе не сделали сотни других таких же. Ему приходилось адаптироваться к условиям человеческой жизни. Однако тело Керри было для него обузой, как и её жизнь. Школа, дом, друзья. И всё же некоторые проявления личности просачивались наружу, но в довольно искажённой форме. Так, например, в прошлом Керри влюбилась в одного из участников футбольной команды, Макса. И эта любовь из детской невинной переросла в маниакальную одержимость. Сам Макс решил в какой-то момент бросить футбол и серьёзно заняться наукой. Его отец имел связи в правительстве, а потому до его сына урывками находили отголоски информации о том, что же на самом деле крутится вокруг компании Рефинок. Своими предположениями он поделился с Керри, потому что он знал, что её отец там работал. Поделившись информацией друг с другом, между Керри и Максом загорелся план выхрость изначальный куб и уничтожить его, чтобы спасти мир. Макс знал, куда спрятали куб вплоть до точных координат, но раскрывать все карты Керри он не стал. С тех пор, взяв с собой скудный запас еды в виде суп-пайкоп и небольшого запаса денег, юноша отправился в пустыню Калифорнии в поисках куба разложения номер 0. В конце своего путешествия Максу придётся сделать выбор. Встать на сторону искусственного интеллекта, не до конца осознающего своё предназначение на земле, либо же встать на сторону хтонического божества, скрывающегося под причиной его возлюбленной.